МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ, новости Ленинского района. Студия Максим Козлов. Здравствуйте. Но вначале коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Валерий Венцель встретился с работниками Ленинского управления социальной защиты населения и вручил им юбилейные медали. Поверьте, для нас это очень ценно. И вот лишний раз, пользуясь случаем, хотелось бы вам выразить слова благодарности за вашу работу. Выбери свой двор сам. На портале Добродел стартовало новое голосование. Один из предложенных вариантов – улица Завидная. Детские площадки здесь далеко не новые, да и назвать их интересными довольно трудно. Неудивительно, что на сегодняшний день Завидная – лидер голосования на портале Добродел. Пешеходная экскурсия по родным местам. Новый взгляд на знакомые вещи. Я знаю небольшую предысторию этого поселка, и как бы для меня это очень интересно. Накануне 90-летия Ленинского района глава муниципалитета Валерий Венцель посещает организации и предприятия, где общается с трудовыми коллективами и отмечает лучших наградами. На этот раз глава встретился с работниками Ленинского управления социальной защиты населения. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В преддверии юбилея Ленинского района глава муниципалитета Валерий Венцель посетил Управление социальной защиты населения, чтобы поближе познакомиться с трудовым коллективом и отметить отличившихся сотрудников. Всего в управлении работает 24 человека, и они считают свою профессию настоящим призванием. Мы обеспечиваем открытые двери в нашем учреждении с 8 утра до 8 вечера. В принципе, мы поделены на смены, если кому-то интересует наша внутренняя жизнь. Мы работаем, конечно, как положено, 8 часов. Кто-то приходит с 8 утра, кто-то приходит с 11 часов. Но для того, чтобы люди могли с 8 утра до 8 вечера, включая в субботу, в воскресенье, без всякого обеденного перерыва, прийти к нам и получить какую-либо консультацию. Сейчас управление предоставляет около 80 государственных услуг. Перед награждениями и юбилейными медалями Валерий Венцель подчеркнул важность деятельности работников социальной сферы и рассказал о предстоящих праздничных мероприятиях, которые пройдут 14 сентября. То, что вы делаете, может быть, кому-то и незаметно, но, поверьте, это настолько важно, общение с нашими жителями, когда вы вникаете в их трудную ситуацию, может быть, где-то помогаете и добрым словом, а где-то и конкретными действиями. И, поверьте, для нас это очень ценно. И вот лишний раз, пользуясь случаем, хотелось бы вам выразить слова благодарности за вашу работу. Сотрудники управления после получения наград из рук главы муниципалитета делились впечатлениями. Такое внимание со стороны администрации обязывает еще ответственнее подходить к своей работе. Сделать наши услуги более еще доступными и качественными. Наверное, все-таки отношение к людям должно стать еще чуть-чуть добрее. Ну и стараться как можно больше и лучше оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Сразу после приятной процедуры все разошлись по рабочим местам. Ведь помощь населению нужна всегда, и у кабинетов уже начала выстраиваться очередь из посетителей. Сейчас мне соцзащита все помогает делать. Вот сейчас заплатила, они нам делают перерасчет. И полностью за квартиру там половинку, это железная дорога, автобусы, все мне помогает. Можно быть уверенным, что каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию, найдет здесь помощь и поддержку. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Голосование за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2020 год проходит на портале Добродел. Какие адреса участвуют в голосовании, выясняла наш корреспондент Екатерина Борисова. На Доброделе на днях стартовало новое голосование. На этот раз выбирают дворы, которые благоустроят в 2020 году. В ходе инвентаризации было выявлено 79 дворовых территорий, нуждающихся в обновлении. Какие из них получат новую жизнь, решают жители. Один из предложенных вариантов – улица Завидная. Детские площадки здесь далеко не новые, да и назвать их интересными довольно трудно. Неудивительно, что на сегодняшний день Завидная – лидер голосования на портале Добродел. Безопасное резиновое покрытие на детских площадках явно пора менять. На большой территории мало игрового оборудования. Застройщик уже достаточно давно все это сделал. И какая-то реконструкция, обновление этих площадок, конечно, требуется. Какие-то здесь горки, качели, может быть, они не по возрасту. Дети, которые постарше, они вот здесь не подходят. Правда, есть и те, кто считает, что с благоустройством можно и подождать. По сравнению с теми, вот так гуляешь, что уже по другим же дворам, я считаю, что у нас здесь довольно неплохо. На втором месте дворовая территория у домов 3, 5 и 7 на проспекте Ленинского комсомола. На первый взгляд, тут все вполне прилично. Но жители считают, что территорию давно пора благоустроить. Валентина Иванова уже проголосовала за свой двор. Хотелось бы новое игровое оборудование, новые тренажеры, коробку, по возможности, новую футбольную. И побольше, чтобы было мусорок на площадке, потому что это прямо беда у нас. То есть очень много мусора? Да, вот с утра выходишь, мы выходим обычно рано на прогулку. И обычно она переполненная, одна единственная мусорка переполненная, бутылки стоят рядом. Замыкает тройку лидеров Битцевский проезд. Благоустроить территорию тут предлагают у домов 9, 11, 13, 15 и 17. Их построили 8 лет назад и с тех пор комплексное благоустройство не проводилось. Площадку надо менять, вот детишкам и негде играть. Пыль кругом, грязь собирают. Тут у нас нет качели нигде, ни здесь нет, ни на той площадке нет. Те одни остались такие все, раз это, ну, ходуном ходят. И все, а поблизости нет качели у нас. Хотелось бы более современные увидеть. Более современные площадки, покрытие хорошее. Помимо детских площадок больше претензий нет, да? То есть, в общем, с освещением, слава. С освещением вот нам на аллее сделали освещение. Мне стало очень хорошо вечером гулять. До этого не было. Впрочем, комплексное благоустройство подразумевает не только организацию новых детских площадок. При необходимости оно включает озеленение, устройство парковочных мест и освещение, установку урн, лавочек и контейнера для мусора. Из 79 дворов, отмеченных на Доброделе, в следующем году планируется благоустроить 10%. Голосование продлится до 25 августа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Местом встреч в Булатникове является местная библиотека. Сюда приходят не только, чтобы взять книгу, но и с пользой провести время. В день 175-летия со дня рождения выдающегося русского художника Ильи Репина для детей провели урок рисования. Наблюдал за процессом корреспондент Арсений Рогозянский. Творческий мастер-класс подготовила Ольга Горнеева. Сначала она рассказала детишкам про работы художника Ильи Репина, а после предложила взять в руки кисточки. Девушка получает профессию учителя изобразительного искусства. Говорит, преподавать малышам трудно, но интересно. Она вспоминает, как сама в таком же возрасте сделала свой первый рисунок. Я сама ходила, наверное, с двух-трех лет. Рисовала пальцем. До сих пор помню, когда я была маленькой, я рисовала вишню пальцем, и это было очень круто. Дети от такой программы в восторге. Им нравится проводить здесь время. После творческого мастер-класса их ждет игровой уголок, где для малышей собрано много игрушек. Родители довольны, что их детишки постоянно стремятся в библиотеку. И нам прям нравится все. И детям. Они прям тут все, прям встанут утром. Давай идем писать, рисовать. Заведующая учреждением Елена Кузнецова рассказала о действующей программе «Наше будущее», в рамках которой библиотеку посещают потенциальные читатели. Клуб «Наше будущее» создан для мам и малышей, которые не ходят в детский садик, которые живут в селе. От двух до четырех лет он рассчитан. Но, как правило, этот возраст варьируется. Могут прийти мамочки, которым полгодика деткам, и тем, которым четыре. У библиотеки есть свои помощники. Они находят интересные поводы, проводят игры, творческие вечера и мастер-классы. За трудолюбие местные жители задорно называют их пчелками. Библиотека – это единственное место, где можно так все вместе собраться и весело привести время. Булатниковская библиотека очень универсальна. Это и досуговый центр, и место приятных и полезных встреч. Учреждение всегда с радушием принимает гостей, а любое мероприятие воспринимается здесь как небольшой праздник. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Под эгидой районного историко-культурного центра состоялась необычная экскурсия. Мероприятие получило название «Пешеходный краеведческий маршрут. Исторические и памятные места булатниковского поселения, поселок Измайлова». Оно было организовано для местных жителей, и посетить его мог любой желающий. Среди тех, кто прогулялся по такому знакомому, но все же неизвестному, Измайлову была и наша съемочная группа. Вот у меня здесь есть карта, археологическая карта Ленинского района. От преданий старины глубокой до наших дней на воображаемой машине времени путешествуют сегодня несколько жителей поселка Измайлова. Как выясняется, его история началась почти пять веков назад с деревни под названием Гупцова. То, о чем рассказывают на этих экскурсиях на школьных уроках, вряд ли услышишь. Главная цель подобных экскурсий, по сути, заново открыть для местных жителей историю родного края. Увы, но многие объекты и строения, о которых рассказывают здесь, нельзя увидеть или потрогать. Тем интереснее узнавать неожиданные факты. Среди сегодняшних экскурсантов несколько сотрудников молодежного центра «Мечта». Директор центра Петр Островерхов сожалеет, что на столь интересной экскурсии сравнительно немного участников. Принимают участие и дети, и сотрудники. Ну, просто сейчас лето, конечно, все в отпусках, дети поразъезжались. Жаль, конечно. Мы планируем просто сами, своими силами, допустим, по историческим местам Ленинского района. Тем более, что в этом году 90 лет ему. Вот, поэтому есть в плане и проводим. Отдельный рассказ про Троицкую церковь. В 17 веке на ее месте была деревянная постройка, но она сгорела. Сложная судьба была и у нынешнего храма. Последнее, что здесь было, видимо, здесь подземелья какие-то такие вот. Здесь был институт физики земли. Там, в подвалах размещал свою аппаратуру. Сейсмологическую. Во время экскурсии постоянно слышны знакомые имена. Иван Грозный, Борис Голицын, Петр Первый. Что подчеркивает, что история небольшого, казалось бы, поселения неотделима от истории России. Я знаю небольшую предысторию этого поселка. И как бы для меня это очень интересно. Что рассказывают сейчас, какие князи были, еще что-то. Места какие новые показывают. То, что вот мы пришли в церковь, нам рассказывают, где, что и как было. Елизавета Григорьевна Марченко, краевед, автор нескольких книг, знает об истории этих мест много. И на протяжении уже нескольких лет с удовольствием делится своими знаниями. Я когда-то возила из Витного сюда экскурсии. Это было там автобусы когда-то. Вот и мы, ну там часа два с половиной была экскурсия. А сейчас местные жители, да. Ну они вот, знаете, в связи сейчас с мероприятием 90 лет. Планируется, что пешеходные краеведческие маршруты пройдут и в других поселениях муниципалитета. Максим Козлов, Александр Будников, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова